Приветствую вас, друзья! Сегодня суббота, уже 9 утра. Я сегодня проспал, только сейчас приехал на барахолку, поэтому не знаю. Там люди уже вон разложились и раскладываются. Интересно самому, что будет. Ну, если все, что интересно, я обязательно покажу. Поехали! Успел зайти на фламарк, и первая покупка через 2 минуты 11 таких нагелей за 20 евро. Вот такие вот. Ну, дома покажу получше. Смотрите, какие фигурки прикольные. Не знаю. Что-то интересное, как вы думаете? Вот такие фигурки продаются, тоже прикольные. Мне вот это нравится. Смотрите, какой он красивый для винари, для водки наборчик. Приехали мы после барахолки на аукцион. Вот сейчас сидим в зале и ждем начала. Хотим попробовать выиграть пару лотов. Но если выиграем, то, конечно, я их покажу. А так наблюдаем. Вот, ребята, мы приехали на аукционный дом. Ничего, правда, не выиграли. Все очень дорого. Но вот здесь можно купить пару вещей. Вот такие вот фигурки. Порцелана много, фарфора, в смысле. Красивые вещи продаются вообще. И вот тут эти кружки продаются. Вот разные. Пасты с совершенно разным ценом. В общем, сейчас пойдем посмотрим еще. Может, что-нибудь сейчас здесь приобретем. Но сомневаюсь, конечно. Вот, ребята, смотрите. Здесь такие интересные кружки. Цена 250 евро на них. И я вот сегодня на барахолке вот такую взял. Похожая, да? Заплатил 5 евро, блин. А вот цена, которую они продают. 250 евро. Вот, смотрите, друзья. Это все здесь продается. Очень много разных фигурок, картин. Что-то есть интересное. Но дешевого здесь нету ничего. Чтобы вы понимали. Вот эта миниатюра опять. Не видел. И вот так вот здесь все это продается. Это все то, что это как бы называется послепродажная вещь, которые не были проданы на аукционе. Вот в стиле Тиффани лампа. 100 евро. Украшение в золото, я так понимаю. Вот так вот. 1200 евро. Жемчуг. Приветствую вас, друзья. Ну вот, я вернулся домой сегодня. Сегодня была немножко такая сумбурная у меня поездка на барахолку. Там мне пришлось приехать. Потом мне срочно позвонили, нужно было уехать. Я потом вернулся. В итоге я купил не все, что я хотел. Вернее, наверняка, я думаю, я бы купил больше, если бы это не мой отъезд неожиданный. После него мы, как вы видели, вы уже поняли, мы решили поехать с моим приятелем на аукцион. Хотели поучаствовать живьем, то есть лайв. Но опять из-за транспорта мы немножко поздно приехали и не успели внимательно изучить лоты, которые там были выставлены. Поэтому мы, конечно, сделали ставки. Но, к сожалению, сегодня мы ничего не выиграли. То есть мы просто поучаствовали. Но цены там ушли почему-то в космос. Наверное, потому что люди, которые там участвовали, которые делали ставки, они знали, что они покупают. Там интерес представлял несколько коробок с значками. То есть ты покупаешь там именно коробка, набитая значками, еще какими-то старинными вещами. И можно приехать за час до аукциона и посмотреть, что же в этой коробке лежит. Ну, как я сказал, мы уже опоздали. И мы попробовали выиграть. Но, к сожалению, одна коробка, за которую мы... Там была начальная цена в 100 евро. В итоге она ушла за 2000 евро. Поэтому мы просто не потянули, скажем так, такую ставку. И уехали не словно хлебавши, как говорится. Ну, по крайней мере, будем знать. В следующий раз будем поопытнее, приедем пораньше. Но, тем не менее, вот я сегодня купил несколько вещей. Все это было куплено на Блашином рынке в центре города. Ну, давайте начнем, наверное, по порядку. Первым делом я... Здесь у меня такая коробка. Купил я всяких значков. Нагели и так далее. То есть здесь, в принципе, ничего особенного. Они все более-менее современные. Вот такой вот знак достался. Это Олимпийские игры в Инсбруке. 1964 год. То есть, ну, ничего особенного. Ну, я нашел на ebay. Такие по 10-15 евро продаются. Но это немножко по коцаной. То, я думаю, будет еще дешевле. Вот такой вот знак. Вот этот вот на кокарду, наверное. Звездочка была. Знак с Мерседесом. Фрачник. Ну, вот видите. Ну, почему-то плохо. Как бы здесь вот я еще раз могу все показать знаки. В принципе, здесь ничего особенного. Они максимум там по 5-7 евро стоят. Но вот всю эту коробку вместе вот со всеми этими знаками я купил за 20 евро. То есть, знак... Ну, в общем, в среднем как-то вот так вот вышло. То тут больше 10 знаков. То есть, дешевле 2 евро за знак мне достался. В принципе, как я сказал, единственное, что я так думаю, более-менее интересный старинный знак. Это вот этот, на мой взгляд, какой-то музыкальный союз. Он может быть более-менее старинным. То есть, ну, старым. Не старинным, а старым. Но надо все это проверять. Ну, в общем, вот такая вот коробочка со всеми этими значками. Мне досталось за 20 евро. То есть, я прям так ее и купил. То есть, так она стояла. Просили там чуть-чуть подороже. Но я сказал, давайте я все возьму у вас. Я не... Ладно, давай, забирай. Вот такая вот коробка мне 20 евро. Потом я шел и совершенно случайно увидел несколько вещей. Вот просто вот, как говорится, на кураже. Это было буквально в течение 20 минут. Как говорится. Но первым делом вот такая вот солонка. Изящная. Она серебряная. Вот где-то здесь. Сейчас я вам покажу. Вот проба. Давайте посмотрим. Вот. Видите? 900-я проба. Серебра и клеема стоят. Вот такая вот серебряная солонка. Попалась мне. Купил я ее за 23 евро. И потом уже я у другого покупателя купил... Вернее, у него покупателя, у другого продавца купил к этой солонке вот такую ложечку. Потому что солонка была без ложечки. А должны быть с ложечками. Но, как бы, единственное, что я нашел, это не серебро, а, по-моему, посеребрение, если я не ошибаюсь. Хотя, вот, можете посмотреть. Не уверен, это серебро или посеребрение. Сейчас он сфокусируется. Какие-то клеемы здесь стоят, но 810, если я не ошибаюсь. Ну, не уверен, что это серебро. Скорее всего, посеребрение, конечно. Но если вы знаете, то пишите. Вот. Ну, это я, как бы, эту лодочку купил за 3 евро уже отдельно. Потому что у меня была солонка. И специально к этой солонке я купил лодочку. Потом, вот, буквально, по ходе, была там такая коробка стояла. Со всякими, там, бижутерией. И вот я в этой бижутерии начал рыться. То есть, они только еще раскладывались. И там они выставили такую коробку. И вот первое, что я видел, это такой вот перстень с монограммой. ЕС. То есть, с какими-то инициалами. И вот здесь, вот, там есть проба. Вон, видите, клейма. 835-я проба. Вот. И такой вот крест. Вернее, не крест. Или какое-то украшение с камнем. То есть, я сначала, ну, не понял, что это такое. То есть, ну, мне понравилось чисто внешне. Думаю, ну, классная вещичка. Они просили, по-моему, 10 евро за него. За этот крест. И в итоге я купил этот перстень и этот крест вот вместе за 10 евро. И потом уже дома я начал это изучать, смотреть. И вот здесь увидел, что это вот написано серебро. И здесь вот написано проба 900-я. Это раз. Потом я, конечно, этот крест нашел в интернете. Выяснилось, что сделан он. Вот здесь вот еще, как бы, город Иерусалим по кругу написан. И что этот камень, это, по-моему, Малахит там был. И вот такой вот крест стоит на ebay 170 евро. Ну, стоит, да. То есть, скорее всего, ну, реально его цена может быть 90 на 70 евро. Я так оцениваю, скажем так. Ну, хотя, может быть, и дороже. Ну, посмотрим. Вот такой вот крест, в общем, ну, я его купил, как говорится, за 5 евро. То есть, покупка, я считаю, сделала прикольная. Ну, и купил я такую еще одну серебряную брошь. Я ее уже не увидел ее до этого у продавца. Она лежала. Несколько раз попроходил мимо нее. Спрашивал цену. Она тоже серебряная. Здесь написано на немецком Ungarnieger. То есть, это венгерский охотник. Здесь такой кабан. Сзади стоят такие клейма и пробы серебра 825. То есть, я думаю, что это такая старинное изделие. То есть, не современное, а такое винтажное. Потому что там такие вот клеймы интересные еще к этой пробе представлены. Просили за эту брошь 35 евро. Но после долгой и упорной торговли отдали за 20. Вот такие вот сегодня серебряных... У меня сегодня день серебряных украшений. То есть, видите, серебряная солонка, серебряный крест, серебряные перстни и серебряная брошь. И уже под конец, когда я уже уходил с барахолки, прошхадил я мимо книжника, который продает, в принципе, старые книги и открытки. И купил я у него вот такую вот гигантскую книгу. Она реально здоровая, тяжелая. Вот видите, вот вообще просто. Это книга о франко-прусской войне 1871 года. И причем это издание того времени. Сейчас откроем. Надо повыше поднять. Она с иллюстрациями. Точно не скажу, в каком году. А, вот, 1895 года издание. Тут куча иллюстраций. Карты, фотографии военачальников. То есть, ну, все на немецком. Видите, какие-то там репродукции, боев. Кто не знает, как бы вот франко-прусская война была такая в 1871 году. И после которой, в принципе, Германия стала той Германией, которую мы более-менее знаем. Потому что до этого это были просто набор отдельных княжеств. А уже после 1871 года она стала уже единой страной. И вот такая вот книга. Довольно красивая. То есть, видите, такая золотистая обложка. Я ее уже видел до этого. Но как-то, ну, проходил мимо нее. Потому что она была такая тяжелая, что мне просто тупо не хотелось ее таскать. В этот раз что-то я остановился. И он за нее раньше дороже просил. Ну, вот сейчас он за нее... В общем, за эту книгу я заплатил 10 евро. В интернете такая книга, но в чуть более лучшем состоянии, стоит 130. Вот такая вот вещь, как бы. Ну, вот я думаю, это покупки... Вот такие вот на сегодня покупки, как я уже сказал, на аукцион мы опоздали. То есть, толком не посмотрели лоту, поэтому и толком и не участвовали. Но, тем не менее, я считаю, сегодня довольно удачный день. Купили довольно много оригинальных, красивых вещей. Все эти вещи продаются. Если что, кого интересует, пишите на мой WhatsApp. Ссылка будет в описании под видео. А так, всем спасибо за внимание. Пишите ваши комментарии, подписывайся на канал. Всем спасибо за внимание и пока.